В Ярославль прибыли около 600 ребят из всех регионов, включая Крым и Севастополь. В нашем городе несколько дней будет проходить форум будущей интеллектуальной лидеры России. Цель в названии – помочь юным дарованиям раскрыть свои таланты. Форум проводится при поддержке президента Владимира Путина. Репортаж Нины Свечниковой. Одаренные школьники из разных уголков страны прибыли в Ярославль на московской электричке. За время пути многие успели и познакомиться, и подружиться. Все они – победители международных, всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов. Приятным бонусом к таким достижениям стала поездка на форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». Я посещала много конференций с разнообразными проектами в разных номинациях – в биологии, инфрационных технологиях, физике, химии. Скорее всего, я буду биологом, я хочу углубиться в науку. В области генетики это наиболее перспективное направление. Будущим Менделеевым и Ломоносовым тесно в рамках школьной программы. И в своих научных поисках они неизменно стремятся идти дальше. Я участвовала во многих конференциях. В частности, я исследовала мелких почвенных беспозвоночных колембол. В дальнейшем я хочу свою судьбу связать с медициной. Первоначально планировали, что форум будет проводиться в разных городах. Но вот уже во второй раз чаша весов склоняется в пользу Ярославля. Очень здорово всё организовано было в прошлый раз. Ну и ещё мы, конечно, помним о том, что Ярославль – это математическая столица России. И мы знаем, что у вас в этом году опять две золотых медали, с чем я вас поздравляю. Поэтому мне кажется, что это справедливо проводить такой форум именно здесь. Акцент этого года сделан на практическом применении научных знаний. Для этого организована большая лабораторная зона, где можно всё посмотреть и потрогать своими руками. С интересом участвовали в различных экспериментах и взрослые, и дети. Установка, позволяющая сдвигать предметы силой своей мысли, заинтересовала многих, включая журналистов. Сейчас можно немножко ударить током, будете готовы. Ну, потому что тут нельзя от всего... Нет, вот от всего, может, не ударить. Вот, почувствовали. Надо усиленно смотреть на это устройство, чтобы оно взлетело. Свои лаборатории здесь организовали такие авторитетные в научном мире организации, как Институт имени Курчатова, Роскосмос и другие. Уже второй год подряд этот форум проводится по указанию президента страны. Его обращение к участникам было зачитано на открытие. В стране взят курс на поддержку талантливой молодёжи, которая увлекается научными исследованиями. Это не просто ребята и девчонки, которые приехали, а это уже ребята и девчонки, которые достигли определённых успехов. Именно в науке. О чём и говорил президент в своём послании, да? Нужно продвигать нашу страну в техническом поле. Но и нужно готовить соответствующую молодёжь, которая готова делать революционный переворот в технике. То, что этому честь заслужили, наверное, судя по тому, что много делом в развитии образования, много делом в развитии техники, технологий, наша промышленность довольно-таки эффективна, и поэтому многие молодые люди идут изучать разного рода тонкие и сложные науки и чувствуют, что они будут востребованы здесь. Министр связи Николай Никифоров, выступая на форуме, отметил, что в стране не хватает высококвалифицированных IT-специалистов и призвал ребят выбирать это перспективное направление. Также он затронул ещё одну важную тему. Сегодня нужно развивать регионы, повышать там качество жизни, создавать современную инфраструктуру, чтобы научные дарования не уезжали за рубеж, а находили применение своих талантов и знаний у себя на родине. Уверен, что те регионы, те губернаторы, те мэры, которые действительно делают на эту ставку, будут делать всё для того, чтобы бороться за этот самый человеческий капитал. Уже очевидно, что без серьёзных научных открытий невозможно себе представить успешное развитие в будущем нашей Родины. Нина Свичникова, Михаил Орлов.